Здравствуйте, друзья! Недавно я опубликовал видео о биометрии, на которое пришло очень много ваших комментариев. Я их все прочел, многим из вас ответил. Я старался отвечать. Где я этого не сделал по каким-то причинам, зачастую ставил пометку в виде такой маленькой аватарочки с сердечком, как знак того, что я с этой точки зрения ознакомился и ее принимал. Сейчас хочу подытожить и с вами поделиться своими выводами. Во-первых, много было возражений. Я, правда, не понимаю, о чем можно возражать в контексте обсуждения данного видео, потому что я давал только техническую информацию, что такое биометрия, как это было раньше, как практиковалось даже в прошлые века, и как это делается сегодня. Но мне писали о печати Антихриста, о какой-то красной черте, за которую переступать уже для человека погибельно, о точке невозврата. Вот эта биометрия — это и есть некая точка невозврата ко Христу. И даже писали о том, что при биометрии ставится на человека какая-то метка. Много поступило оскорбительных комментариев. Вы знаете, меня это удивляет и очень огорчает, потому что я, конечно, человек несовершенный, могу что-то и неправильно сказать, и понимаю, что вы имеете право другое мнение какое-то высказать. Но как мы это делаем? Интернет, конечно, накладывает какой-то отпечаток на стиль общения. Многие из вас думают, что если ты анонимно пишешь, то можно какую-то гадость написать, или над кем-то поиздеваться, или кого-то оклеветать. И это все сойдет с рук. Нет, не сойдет с рук, потому что Христос сказал, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И каждое слово, которое мы изрекаем или как-то зафиксировали в виде текста, оно не умрет до скончания века. И на суде Божьем будет нас или осуждать, или оправдывать. И знаете, когда человек говорит, иногда сгоряча что-то он может сказать. Сгоряча. Но когда он набирает текст, это бывает не одну, две, три секунды. У него есть время подумать над своими эмоциями, над тем, что у него в сердце происходит. И стоит ли это все транслировать в пространство? И говорите это своему оппоненту. Задумайтесь над тем, что печать Антихриста будет когда-то. А это вот злоба, какой-то негатив, в котором в ваше сердце вошел дьявол, это сейчас. Вот этого надо бояться. Не грядущих опасностей, а смотреть на то, что сейчас у тебя в сердце. Ведь Дух Божий — это Дух Любви. В сердце он приносит мир. А Дух злобы, гнева, ярости, бурления страстей — это же действие бесовское. Вот этого надо бояться. За этим надо следить. И стараться это все как-то в себе сдерживать, подавлять, изгонять из себя это. И во всяком случае не транслировать это в пространство, не писать это, не произносить это. Давайте над этим задумываться, вот все-таки это учитывать. Ну, я вижу, что интерес к печати Антихриста очень сильный у моих зрителей. Я по этому поводу снял видео. Ожидайте, скоро будет опубликовано. А сейчас только хочу заметить, что в комментариях несколько раз прозвучало такое утверждение, что при фотографировании на биометрический паспорт на человека якобы ставят какую-то изотопную метку лазером для человека незаметную. И причем об этом написал не один человек. И я так понимаю, что это какой-то один есть источник, откуда люди это берут. Может быть, сайт, может быть, видео какое-то. Может быть, есть группа активистов, которые это распространяют. И поэтому хочу на это ответить. Во-первых, это неправда. Мы живем не в пустыне, не в горах. Вокруг нас тысяча людей, которые получили биометрические паспорта. У них можно спросить. Десятки, сотни людей работают с этими документами, работают на какой-то аппаратуре. Они знают, что у них за технология, что за аппаратура у них. У них тоже можно спросить. Можно удостовериться, что это не так, что этого нету, никаких меток на тебя не ставят. Это во-первых. А во-вторых, технически это тоже невозможно. Сейчас я поясню для тех, кто не знает, что такое лазер. Лазер — это световой луч. Когда он слабой интенсивности, им можно что-то подсвечивать, сканировать. Можно употреблять его для указки. И вот у учителей бывают указки такие в виде лазерного устройства, которое красным пятнышком на что-то показывает. И экскурсоводы пользуются таким устройством. Военные используют лазер в прицелах. А когда лазер большой мощности, им можно даже металл резать. И он используется в точном машиностроении. Его применяют в хирургии. Военные даже им зажигают спутники на орбите. Так вот лазером, если и можно поставить метку, то только в виде ожога. Второе. Но это уже из курса химии. Изотоп — это часть, некая часть химического вещества. Ядро — это ядра. Изотоп — это ядра химического вещества. Одного вещества, которое имеет один порядковый номер в таблице Менделеева. Но эти ядра имеют разные массовые числа. То есть у них разная масса. Например, уран. Есть изотопы 235-й, 238-й, 239-й. Вот что такое изотопы. Таким образом, это частичка химического вещества. Можно так выразиться. Химическое вещество изотопы лучом света, даже лазерным, не переносится. Нельзя лазерным лучом поставить изотопную метку человеку на лоб. И вообще никуда нельзя поставить. То есть это и неправда, это и технически невозможно. Много и других было комментариев, которые утверждали, и причем безапелляционно, утверждали то, что при биометрии происходит с человеком что-то фатально необратимое. Ссылались на каких-то безыменных старцев. Говорили о том, что выступали против биометрии такие люди, как Паисий Цветогорский, ну и другие. Я вот что вам отвечу. Я тоже могу против этого выступать. Могу не желать электронных документов и считать их опасными. Но вы должны понимать, что то историческое движение человечества, которое мы наблюдаем и которое ведет к глобализации, оно необратимо. Сегодня мы не можем вернуться к тем временам, когда ездили на лошадях, когда деньги носили в поясе, медные монеты. То есть это все необратимо. Мобильный телефон, которым мы пользуемся, приносит намного больше человеку рисков в плане его личной безопасности, его приватности. По мобильному телефону отслеживается все, что мы говорим, наши контакты. Можно человека запеленговать, его местонахождение. Телефон можно инициировать для того, чтобы даже выключенный телефон включил микрофон и видеокамеру и передавал информацию. Вот телефон намного опаснее в этом плане. Интернет. Когда вы заходите на какой-то сайт, все фиксируется. Какие у вас интересы, какие сайты вы посещаете. И даже если вы что-то там написали и стерли, или какую-то фотографию удалили, это все остается на серверах. Это все остается. Вот это все является неким таким электронным колпаком. Это не когда-то будет, это уже сейчас это есть. И биометрические документы, электронные всякие там карточки, это все малая талека того, что нас сегодня окружает. Той реальности, в которой мы сегодня уже живем. И нужно помнить о том, что люди, которые прошли настоящие концлагеря, не электронные, а те, за колючей проволокой, и даже там они смогли остаться верными Христу. Хотя у них были номера вместо имен. Хотя они сдавали эту биометию, дактилоскопию. Хотя их прессовали, и под микроскопом за ними наблюдала власть большевистская или там советская. Эти люди, мученики, исповедники, преподобные, они остались верными Христу. И поэтому, хотя окружающая действительность и все эти вот электронные предметы, которыми мы пользуемся, хотя они и оказывают на нас влияние, эти сайты, эти видео, все-таки конечный выбор за человеком. И если это было бы не так, если бы можно было бы механическим путем человека как-то от Бога отделить, то тогда бы и с нас не было бы никакого бы спроса. Тогда бы мы и суду Божию бы не подлежали. Но у человека все-таки, напротив, всегда остается выбор. И этот выбор, он неотъемлем. Это дар Божий, это свободная воля человека. Человека можно заставить даже что-то сделать или что-то сказать, но невозможно заставить его веровать или не веровать, любить или не любить. Это наша внутренняя свобода. Это тот самый дар Божий, который непреложный, неотъемлемый, неукордомый, никакой ни дьявол, ни антихрист, никакие гаджеты, никакой электронный колпак или концлагерь не могут человека этого лишить. Все-таки мы, каждый, отвечаем и за свою веру, и за то, что у нас в сердце. И я вас всех призываю, братья и сестры, в сердце хранить любовь, в сердце хранить мир, не отрываться от тела Христова, от Церкви, пребывать с Господом и не бояться никаких печати антихриста, потому что тот, кто с нами, сильнее того, кто против нас. Благослови всех Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok